тадам ребята всем здорова в последнее время подъехала ко мне несколько экшен камер сегодня мы начнем эту линейку в ближайшее время вы увидите несколько различных видеороликов сегодня мы начнем с экшен камеры видеорегистратора адвокам fd sport вот так это все выглядит так здесь бумажечка отвалилась это не наше вот так все выглядит ну сразу по коробочке видно что очень всего много здесь и в принципе можно даже понять основные характеристики цена где-то в районе там до 8000 рублей 7800 где-то так в чем преимущество скажу честно такого плана я использую даже у себя в автомобиле видеорегистратор потому что когда встает вопрос покупки экшен камеры ну вот хочется понимаете вот хочется прям себе экшен камеру ты понимаешь что будешь использовать ее редко но в других случаях ты можешь использовать просто как видеорегистратор вот короче одно из таких произведений искусство адвокам fd sport ну что-то подобное мы уже видели и третье даже ее назначение можно использовать как еще велосипедный видеорегистратор потому что здесь встроенная батарейка в комплекте идет два аккумулятора бокс есть у нас автокрепление циклическая запись встроенный кран вай фай поддержка карты памяти до 64 гигабайт ну в принципе здесь вот все есть давайте по характеристикам пробежимся потом будем смотреть что в середине full hd у нас записывает 30 кадров hd 60 кадров сто пятьдесят шесть угол 30 метров с бокса можно плавать глубина смысле экран полтора дюйма два аккума 12 аксессуаров здесь вот все все показаны аксессуары я люблю экшен камеры в которых комплекте уже есть большинство аксессуаров то есть у нас есть для дайвинга то есть сам бокс у нас есть для автомобиля чтобы использовать видеорегистратор крепления у нас есть для видеоблогинга он же наш на шлемное крепление для мотоциклов для видеоблогинга просто крепление на кармашек и для велосипеда все это уже есть в комплекте больше здесь в принципе ничего таки не написано давайте открывать смотреть о в этом обзоре конечно увидите картинку как она снимает все это будет видно не буду его показывать как видеорегистратор покажу как action камеру а использовать можно уже как вам собственно удобно так это у нас гарантийный талон идет у нас гарантия год на эту action камеру дальше идет у нас инструкция инструкция я думаю будет полезная такую почитать потому что action камеры есть различные настройки есть дату можно сверху на ролик прикрепить там и какие-то еще буковки циферки ну короче кому интересно тот сможет почитать еще инструкцию дальше столько бумажек всего а здесь вот есть у нас перечень аксессуаров но реально есть основное есть все ребята единственное что не хватает если кто вот полный комплект нужно будет докупить как это аналог gopro идет поэтому все аксессуары походят по подходе с gopro вы можете купить крепление на голову идет просто резинка и нагрудное крепление вот эти два крепления еще основных которых здесь нет но я их не вижу здесь на картинке что они не всем пригодятся это чтобы вообще был полный фарш и так сама камера сама камера у нас идет в боксе вот таком вот так как здесь открывается так сейчас мы его откроем сейчас мы его откроем и достанем саму камеру она как бы все новенькая поэтому все плотненько сидит так вот так вот все это открывается вот такая вот защелка незамысловатая нужно просто как бы понять как она открывается открываем сам бокс так достаем это все давай камера доставайся конечно же на боксе есть кнопки через которые вы сможете управлять камерой включать выключать менюшки лазить вот собственно бокс если кто не видел как он выглядит принципе бокс можно использовать когда вы плаваете бокс также используется при каких-то экстремальных съемках где грязь и то есть какое-то попадание или где-то может она упасть то есть все через бокс делается ну и вот собственно сама камера она очень маленькая ну вот собственно ладошки как видите можно даже спрятать и можно так вот снимать типа с такой камерой я ходил снимал когда был в китае где было запрещено просто брал так в руку и ходил снимал и даже никто не замечал этого что у нас здесь по камере в принципе так как это является аналогом gopro здесь все похоже слот для батарейки так закрываем здесь у нас мини micro hdmi карточка памяти micro sd до 32 гигабайт и micro usb для зарядки и передачи данных на ваш компьютер дальше здесь у нас кнопка включения вай фая и просто лазим здесь окей здесь нас включение менюшка сейчас мы собственно разберемся как это все работает так камеру убираем сторонку и смотрим что у нас здесь еще есть а еще дальше пошли крепления первое что мы видим это у нас зарядная чтобы использовать этот и экшен камеру видеорегистратор в автомобиле чтобы было питание дальше у нас идет какое-то крепление закрепление так а это у нас резинки вот такие вот чтобы тоже но все короче все по креплением то есть отдельно останавливается на креплениях здесь зажимчики переходнички болтики шурупчики это все есть здесь полный комплект micro usb кабель ну и вот собственно сама коробочка с основными креплениями я так в целом покажу чтобы вы понимали как это все выглядит опа на это у нас что сменные панели даже есть или это сверху одеваются прикольно слушайте то есть вот этого я не знал что здесь есть вот такие вот панельки значит вот это вот как-то снимается как то вот это вот снимается и прикрепляется сюда сменная панелька да вот так вот все снимается и можем посмотреть как выглядит камера и можем собственно поменять и будет у нас типа каждый день новая камера вот спорт 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 слушайте ну прикольно я не знал что такое здесь есть такая фишка вроде как бы ничего особенного но прикольно мне нравится так закрываем мы хотят здесь закрывать не будем пока так это убираем и панельки дальше у нас есть это собственно крепление чтобы приклеивать а это что-то прищепка даже у нас здесь есть короче крепление куча для основных заданий и задач которые будут выполнять эта камера здесь предостаточно всего даже такие вот есть прищепки такого я не видел других камерах например прищепки никогда не встречал дальше у нас есть это для автомобиля опять же использовать как видеорегистратор голова здесь крутится что удобно чтобы можно было повернуть на гаишников это у нас просто крепление для камеры чтобы можно прицепить было к палке потому что здесь у нас нет крепления вот это вставляется сюда и получается у нас покажу может кто не знает и получается у нас так сейчас сделаем все подождите не так нет вот так заходит и вот так вот это все дело вставляется вот мы вставили и у нас полноценная камера только мы можем уже прицепить сюда например монопод или же использовать крепление которое есть в комплекте то есть все идет через вот эту вот проставочку так достаем хоп обратно ставим это убираем поехали дальше так здесь у нас всякие тоже крепежи поверьте вот эти все мелочи нужны это крепление для велосипеда это у нас питание чтобы камеру зарядить микро юсб обычно в комплекте идет отдельно блочок и этот здесь в комплекте идет полноценная зарядка так здесь у нас идут на 3м скотчи крепления вот такие вот то есть это на шлем или куда-то нужно прикрепить два аккумулятора еще одно крепление еще одно крепление все это завертеть так давайте посмотрим на батарейки и попробуем это все ставить так батарейка у нас комплекте на 900 миллиампер так как она здесь вставляется вот так он должна вставляться закрывается так сейчас главное чтобы правильно закрыл так нет неправильно сейчас попробую правильно закрыть так вот так вот все закрылась кнопка включения если аккумуляторы заряжены то камера включится есть такое дело вот она собственно сразу она снимает и пишет что пацаны нет карты памяти пацаны девчонки то девчонки обижаются вот угол как видите у нас не маленький то есть вот так вот если камера снимает вот что вы видите да но эта камера сейчас приближена но сразу вижу что угол широкий так менюшка у нас вот здесь вот также можно фоткать вот например в этом режиме можно фоткать нажимаем на ok обычно и фоткает так нам нужно залезть в менюшку так за может так как нам залезть менюшку а вот мы зашли настройки у нас есть так чтобы сфокусировалась здесь пленка не хочу убирать защитные настройка вай фай у нас есть у нас есть разрешение мы можем посмотреть вот собственно full hd 30 кадров снимает и hd 60 кадров снимает так возврат у нас на мод об качество видео можем посмотреть высокая средняя низкая нам нужно какое высокое цикл записи это больше для видеорегистратора нужно так сейчас мы поставим побольше пусть будет пять минут а я вышел случайненько так поехали дальше что у нас еще есть таймлапс есть размер фото есть таймер есть серия снимков резкость баланс белого экспозиции язык время и дата штамп даты вот вы выставляете то есть чтобы было или не было авто включение авто выключение экрана частота поворот экрана gmi звук форматирование система можем зайти в систему версия по есть у нас она здесь ничего интересного но вот так в принципе то есть все основные настройки здесь присутствуют сейчас я вставлю карту памяти и мы с вами посмотрим как это экшн камера снимает я просто поснимаю себя ну и какие-то объекты и посмотрим оценим качество буду снимать full hd 30 кадров так начинаем тестировать экшн камеру видеорегистратор сейчас снимаю full hd 30 кадров вот показываю вам мою полочку вот так она выглядит сейчас посмотрим это я бы сказал что это приближенная к бюджетному все-таки экшн камера потому что здесь супер выдающегося ничего и не будет но сами я думаю вы оцените качество сделайте свои выводы так у меня сейчас экран потух автоматическое выключение экрана сработало вот так вот выглядит макросъемка здесь вот у меня на ремонте стоит мотоцикл можно даже вот так вот сделать но вот так вот выглядит все и так так как к экшн камеру используют для видеоблогинга я конечно же решил заснять себя и показать как будет выглядеть картинкой как будет слышно меня вот расстояние я держу то есть камеру держу на расстоянии вытянутой руки и вот так вот меня видно сразу скажу что качество конечно же будет немножко потеряно при монтаже но так как экшн камеру используют по назначению и все равно будут нарезать кусками понятно что почти каждый человек будет использовать монтаж и все равно качество будет теряться поэтому вот то что вы видите сейчас это приблизительно та картинка которую вы будете получать если вы будете использовать камеру по назначению будете монтировать свои ролики нарезать и в результате будет получаться вот такое вот видео повторюсь еще раз снимаю full hd 30 кадров есть еще режим hd в котором снимается в 60 кадров в секунду вот такие вот дела делайте свои выводы до новых встреч пока пока в следующем выпуске и Субтитры сделал DimaTorzok